Дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет мы вспоминаем старцев, духовных наставников, тех удивительных людей, которые воспитали для вечной жизни, для небесной жизни, ну просто вот огромное поколение достойных христиан и монахов. И, конечно, в этой связи мы не можем просто вот забыть отца Наума, архимандрита Наума Байбородина, который в Свято-Троицко-Сергиевой лавре каждый день после братского молебна принимал множество людей, которые, ну прямо скажу, удивительный подвижник. И приоткрою такой вот секрет небольшой, когда мы договаривались, мы сегодня встречаемся с учеником вообще отца Наума, ирмонах Нектарий Соколов, монах Свято-Троицко-Сергиевой лавры, и он, сразу скажу, что отец Нектарий, он написал книгу, большое такое исследование, провел посвященное отцу Науму. Так вот, когда мы договаривались, ну у нас же планы вот эти, наши встречи, они, ну, сами по себе как бы идут, да, стихийно в каком-то смысле, точнее подчинены рабочему такому графику, и вдруг вот неожиданно, мы потом сами просто увидели, и наша договоренность, она выпала как раз вот строго на день пророка Наума, представляете? И преподобного Наума Радонежского. То есть как раз сегодня именины отца Наума так вот получилось совершенно случайно, без каких-то подгадываний, ну вернее не случайно, а видимо промыслительно. Да, я вот воспринимаю это как некий вот знак, что отец Наум, он видит нашу встречу, да, и что он благословляет нас. Будем надеяться. Да, в этот день вот именно, да, пророка Наума, преподобного Наума Радонежского, в день небесного покровителя, самого старца Наума, мы встречаемся, причем встречаемся именно в той приемной, где вот люди как раз собирались для встреч с отцом Наумом, да, и отец Нектарий, конечно, мы очень хотим вот вас послушать, но вначале, может быть, вы немножко расскажете, вот как вы сами пришли к встрече с отцом Наумом, да, ведь у вас тоже жизненный путь, он был такой особенный, вот как вы вообще пришли к монашеству, вы ведь и наукой, и какими-то путешествиями увлекались. Ну да, конечно, как у всех, в общем, такой путь был, наверное, не очень простой. Да, я как-то очень так с детства увлекался историей, каким-то, на самом деле, таким религиозным тоже опытом, хотя на тот момент в Советском Союзе, конечно, это было довольно сложно осуществить вот именно в традиции православия, поскольку, в общем, жили мы в таких семьях, в основном, не церковных, хотя, видимо, так сказать, предки молились, я уже потом, уже будучи в монастыре, я узнал, что, оказывается, я происхожу из такого, в общем, прямого священческого рода, в котором много поколений священнослужителей было, и, в общем-то, даже по каким-то там изысканиям геологическим, возможно, мы это родственники с тем, вот, священническим родом, из которого, например, вышел знаменитый химик Менделеев, вот, поэтому так вот как-то это... Долгая такая была там предыстория, видимо, были молитвенники, были люди, которые вели, пускай таким не самым простым путем, вот, путь такой действительно был небыстрый, я как-то сначала увлекался историей, археологией, но вообще можно сказать, что я вырос в Эрмитаже, я родом из Петербурга, родители мои вспоминали, что я первую свою экскурсию провел по Эрмитажу первого сентября, когда пошел в первый класс. Вот это да, это такое увлечение искусством. Да, я очень любил историю, искусство, и как раз была какая-то выставка какого-то искусства инков колумбийского, и мы, значит, отметили первое сентября тем, что с родителями пошли на выставку в Эрмитаже, и я провел им экскурсию по этой выставке, вот, я перед этим увидел обзор ее по телевидению, все как-то так хорошо запомнил, и начал им все рассказывать, собралась целая толпа народу, и я всех совершенно с такой детской непосредственностью уводил, поэтому, вот, ну и потом, в общем-то, каждое воскресенье я проводил в Эрмитаже до пятого класса, а с пятого класса, наверное, дня три в неделю, я, в общем, рос в его стенах, ну, вот, ну, попутно где-то с 13 лет я улегся археологией, стал работать в экспедициях археологических, потом занялся археологической разведкой, ну, и как-то с археологической разведки переключился на этнографическую разведку, я работал как исследователь-полевик, ну, то есть параллельно учащаясь в школе, я, в общем, уже, как бы, занимался полевой работой, собирал фольклор. Это вы так очень просто рассказывать, как, что-то само собой разумеющее, но если представить, это ведь все время какие-то поездки. Ну, да, мои родители поражаются тому, что я там в 15-16 лет с полевой сумкой, с, там, банкой тушенки, ножом и картой и тетрадкой отправлялся за 300 с лишним километров в Псковскую область и бродил там в одиночку по деревням, совершенно глухим, собирая там фольклор, тем более я такую какую-то избрал своеобразную очень тоже область изучения. Я занимался изучением нечистой силы, представлениями народными, фольклорными о нечистой силе, что-то, так сказать, меня в эту сторону почему-то тянуло, да, ну, наверное, тоже, так как не случайно, видимо, по чьим-то молитвам нужно было получить соответствующий опыт, потому что, конечно, во многом он сделал меня, ну, не то чтобы из атеиста, но из такого, скажем, скорее агностика такого, да, вот, сделал, в общем-то, постепенно человеком, который готов принять веру, готов принять православие, вот. То есть вы поняли, что духовный мир существует и... Да, это было то, с чем... Да, да, ну, нет, честно говоря, это вообще то, к чему нас готовили с самого начала. Вот любые, как бы, исследователи-полевики, вот такие, которые работали, работают в поле, что называется, ну, то есть, вот, на земле, да, вот, они, в общем-то, вынуждены соблюдать своего рода такую технику безопасности, ну, и вот нас, как бы, молодых, так, ученых или, там, будущих ученых, нас с очень такого раннего возраста, наши старшие товарищи как-то предупреждали, готовили к тому, чтобы мы были очень осторожны при каких-то вот таких, ну, аномальных ситуациях, которых, на самом деле, было очень много. Ну, я даже, честно говоря, ну, не могу действительно представить, что там может случиться, то есть, действительно, какие-то искушения такие, да, наваждения могли быть? Ну, да, я, например, занимался такой тематикой, как нечистые места. На самом деле, в общем-то, там, на каждый десяток деревень существовало хотя бы одно свое вот такое нечистое место, куда было опасно ходить. Как правило, крестьяне о нем знали. В основном, эти такие нечистые места, они были связаны с какими-то вот местами языческой активности, то есть, скажем, где встречались языческие захоронения с раннехристианскими, где были какие-то священные для язычников вместо какие-то урочища, вот, ну, или какие-то там другие причины для этого были. Но, в общем-то, там вот, вот, скажем, действие вот всех этих сил, оно было наиболее таким каким-то активным. Люди об этом знали, они были осторожны, они вот знали, что туда ночью ходить не надо, что там может произойти тот или тот, вот, как-то так. То есть, это был их мир, который они обживали, это была их такая священная география, которую они себе представляли. Они этим делились, кто еще, ну, мы еще застали этих людей, да, вот, наше поколение. Они об этом рассказывали. Это был их мир, и мы, конечно, в нем были пришельцы. И понятно, что, в общем-то, с нами, когда мы в какие-то такие места попадали, происходили вот вещи какие-то совсем другие. Ну, например, когда попадаешь в такие места, да, в которых вот активны вот эти вот силы, да, например, характерная черта такая, напрочь исчезает чувство времени. Ты перестаешь вообще ощущать время как таковое. Вот если ты присел куда-то на камушек, то ты не знаешь, сколько прошло времени. Минута, час, день. То есть, вот, начинается полная аномалия со временем. Стирается вот чувство времени. И потом, когда люди выходят из этой, так сказать, зоны, да, у всех, как правило, часы показывали, они еще были с циферблатами, да, показывали абсолютно разное время. То есть, вот там какие-то вот такие вот происходили вещи. Ну, и вот всякие такие, конечно, ну, в общем, на самом деле, действительность оказалась намного, как сказать, непредсказуемей, богаче, где-то страшнее, чем фильмы ужасов, которые мы на тот момент еще не видели и не смотрели. Это были 80-е годы, да, и они еще не заполонили наши там всякие эти видеопрокаты, которых тогда еще не было. Но вот в нашей жизни, в этой действительности, все уже было, все происходило, да, то есть, мы с этим сталкивались. Да, отец Нектарий, но вот столкнувшись с такими явлениями, да, непонятными, вы и обратились из-за этого к богу, да, или были какие-то другие причины? Ну, в том числе, да, то есть, как бы это были шаги, которые мне подводили, да, то есть, сначала я понял, что существует духовный мир, что он, может быть, очень опасен. То есть, это такая вот, как бы, ибо они из первых таких опытов. Вот, а потом, естественно, уже, ну, то есть, как бы, если ты, что называется, увидел смуту, уже как-то надо, возникает внутреннее желание обратиться к свету. Ну, и я, конечно, у меня самого бы ума не хватило на это, но поскольку как-то Господь так это вел, вот, я в очередной раз готовился поступать в университет и устроился работать сторожем в храм, просто для того, чтобы у меня было время заниматься подготовкой к экзаменам, и в то же время еще и получать за это деньги. Ну, а там как-то вот эта церковная среда, она у меня открылась совершенно другой стороны. Я начал читать новый завет, начал его совершенно читать неправильно, а может, наоборот, правильно, с конца. По совету одного своего воцерковленного знакомого, я начал читать священописание с апокалипсиса. И вот, конечно, это был какой-то такой вот именно инсайт, то есть, ну, как сейчас говорят, я понял, что вот то, что там написано, это истина, от первого до последнего слова. Вот это такое было именно ощущение реальности, истинности того, о чем там говорится в апокалипсисе. Я даже не столько понял, скажем, то, что пишется в апокалипсисе, сколько я скорее, наверное, понял, что то, что написано, это правда. То есть, это было не столько рассудочное восприятие, сколько вот именно ощущение вот такого как бы предстояния вот перед Богом и вот всех вот этих событий, которые там описываются. То есть, как-то вот для меня вот это понятие последние времена, оно как-то вдруг стало таким очень осязаемым. Я пошел посоветоваться с батюкой, что же это все значит, и он меня отправил креститься. Я покрестился, и буквально через три месяца я уже был в монастыре. Вот это да. Это получается такое соприкосновение с благодатью Божьей, что вот сразу призвание к монашеству вы испытали. Ну, в общем, могу сказать, что я в православие впал. Очень так стремительно. И, можно сказать, это упал как с обрыва. И до сих пор, в общем, как-то в этом состоянии впадения в православие пребываю. Мне было 19 лет, это был 91-й год, и я буквально, так сказать, вот крестившись, через очень краткий момент оказался в монастыре. Так вы в Лавру приехали, да? Да, как бы вот мой духовник тогда, к которому я начал ходить, советами которого пользоваться, он на тот момент докормлялся у отца Наума, он меня отправил к отцу Науму. Встреча моя первая с отцом Наумом, да, вот она составила в 91-м году. Отец Наум недолго думал, что со мной делать. Он меня отправил в монастырь. Ну, именно вот... Уже с путевкой жизни, что ты будешь монахом. Нет, я начинал свой такой монашеский путь с монастыря, который находится в Ивановской епархии, в Шуйском районе, Свято-Никово-Шартомский монастырь. Я там прожил 10 лет, я туда приехал на руины. И, в общем-то, ну, наверное, одним из первых сравнительно братьев, то есть, ну, по крайней мере, в первый год еще существования монастыря, нового существования, своего открытия. То есть, получается, отец Наум, он сразу туда направил, да? Да, он как-то, конечно, звучал как приговор, это было так несколько страшно. Он сказал, что, ну, все, езжай, там будешь монахом. Я, конечно, через три месяца после крещения, как-то, монашество какое-то... Монашество, я же об этом не думал совершенно. Я, конечно, был готов к чему угодно, но как-то к монашеству не совсем. У меня были совершенно такие смешные представления о монастыре, о монахах, такие, что типа там, ну, как обычно такие расхожие там, ну, все там, живем, себя похоронить, затвориться на всю жизнь. То есть, я, так сказать, ехал в монастырь, прощался с миром. Последний раз купил себе пирожок на вокзале, думал, все уж, монахи же пироги не едят. Ну, судя, все-таки вот по вашему лицу, по вашим ответам, отец на ум, он не прогадал, когда направлял вас, потому что у вас, наоборот, сформировалось такое вот радостно-отрадное настроение, и вы нашли себя в монашестве. Ну, в общем, да, честно говоря, для меня таким вот, наверное, действительно переломным моментом стало чтение стихотцов, знакомство с цитрыми отцами. Вот я для себя открыл эту культуру, эту литературу, этот мир, и был, конечно, просто поражен, влюблен, и, в общем-то, понимал, что это, я понял, что это то, чего я искал. А за это время, как вы были в том монастыре, вы же там 10 лет, получается, были, и потом уже сюда, вот, в Лавру Свято-Троицкую, хотел сказать, вернулись, ну, по сути, так и есть, да, потому что здесь же получили вы такое напутствие духовное. Ну, вот удавалось общаться с отцом Наумом все то время? Ну, конечно, да, ведь отец Наум, вот он никого не бросал просто так, он всех вот вел духом, да, то есть, на самом деле, совсем не обязательно было к нему там приезжать часто, там, да, вот он просто ставил перед тобой определенные духовные задачи, и вот своим духом, своей молитвой вел к их выполнению. То есть, на самом деле, даже не имело смысла приезжать к нему, пока ты не освоил то, что тебе, то духовное задание, да, ту духовную задачу, которую он перед тобой ставил, да, вот, причем это не обязательно ставилось вот именно, ну, как бы, в словах, да, это как-то очень много еще оставалось за кадром, за словами, это еще очень, вот, во многом было именно, да, каких-то таких вот интуитивных переживаниях, вот, отец Наум, он вообще очень много говорил не словами, да, вот, вот, у японцев есть такое выражение читать атмосферу, да, как бы, вот, понимать что-то, что заключено не только в слова, да, но и вот носится, что называется, в воздухе. Вот с отцом Наумом тоже очень многое было так, он очень многое не договаривал и давал вот как-то без слов. Это вот было, наверное, такой особенностью его тоже духовного руководства, хотя, с другой стороны, его какие-то такие словесные назидания, рекомендации, как правило, были зачастую внешне просты, но при этом очень такими глубокими, да, и когда отец Наум тебе говорил, что нужно прочесть все жития святых, ты понимал, что нужно взять и прочесть все жития святых, все там 12 томов Дмитрия Ростовского, и какой смысл приходить к отцу Наума, пока ты этого не сделал там, да, и вот он так вот ставил задачу за задачу, то есть, жития святых, потом святитель Игнатия Боринчанинова, добротолюбие, добротолюбие на Славянском, ну и вот так сказать, вот как-то вот он вел такими вехами. Конечно, такие достаточно жесткие задания были. Ну, отец Наума не разменивался на какие-то, на какую-то половичность, то есть, да, то есть для него как бы все было всерьез, если ты пришел работать Богу, то, что называется, уготовь душу свое в искушение, что, а что ты туда-сюда, иначе пришел тогда. Да, но я вот прямо скажу, что я достаточно близкий такие, поддерживаю отношения с ирмонахами, которые вот, и чадо отца Наума, и я вот чему всегда удивлялся, насколько вот эти вот ирмонахи, они очень цельной личностью, то есть вот именно настоящие монахи. И получается так, что, на мой взгляд, как бы со стороны, что отец Наума, он смог создать какую-то прекрасную такую монашескую школу, воспитание таких вот, ну, действительно, которые не размениваются на что-то, не половинчато, а вот всецело посвятили себя Господу Иисусу Христу и взяли вот этот монашеский крест и несут. И вот, ну, такие вот цельные личности, и духовные именно люди, которые тоже, ну... Ну, наверное, отец Наум был такой цельной личностью, действительно, вот очень цельной. И, ну, если ты как каким-то образом оказывался в его такой вот орбите, да, где-то рядом с ним, то невозможно было, ну, хотя бы это не почувствовать и не начать к этому тянуться. Хотя, конечно, ну, о себе я не могу сказать, да, того же самого. И понятно, что каждый, наверное, это вот в свою меру, вот насколько мог воспринять, настолько воспринимал. Конечно, у Отца Наума был такой путь, путь такого самоотвержения, вот в этой цельности, которым, конечно, ну, могут пройти, наверное, далеко не все, да. Поэтому, как сказать, я даже так, когда говорят, что я ученик Отца Наума, мне даже становится как-то неловко, потому что я понимаю, что, ну, где отец Наум, где я? И, в общем-то, я бы сам себя не решился, там, не дерзнуть назвать его учеником. Вот. Потому что, конечно, вот батюшка, он имел право быть требовательным самой своей жизнью, самим своим образом. И эту требовательность, ну, далеко не все могли, что называется, вместить. Вы же все-таки вот именно изучили еще все материалы, которые касаются жизни Отца Наума. И ведь то время, это же время было, когда в 57-м году он, да, вот пришел в монастырь, в 1957-м, и это ведь годы гонений, тем более там уже получается это хрущевское время, которое вообще очень жестко относилось к верующим людям. И я знаю, что отец Наум, он тоже, ну, претерпел, ну, немало таких вот, и давлений всяких с разных сторон. Вот как бы вы все-таки охарактеризовали, вот, может быть, вот этот вот путь Отца Наума в годы гонений, вот как исповедника Вильеры? Да, вы знаете, я, во-первых, считаю, что его исповедничество началось вообще с его мамы, которую воспитывала. Вот его мама, и вообще сами обстоятельства его рождения, они уже сами по себе были исповедническими, да. Он родился в 1927-м году на память святителя Николая, хотя его чадо много лет отмечали по новому стилю 6 декабря на Александра Невского. Отец Наум всегда смирялся, вот, и как раз в ходе работы над книгой мне удалось выяснить, что на самом деле 6 декабря по старому стилю. В 1927-м году в сибирской деревне еще, так сказать, жили старым стилем, и когда говорили 6 декабря, то это была память святителя Николая. То есть они придерживались именно церковного календаря? Да, да, да. Вот, и его мама, она очень молодой, вышла замуж, они были все, так сказать, крестьяне-переселенцы, которые переехали туда, в Сибирь, из других областей. То есть его отец, его вот по отцу вот происходило из границы Архангельской и Вологодской области, такая Велиготчина, вот, мама была из псковских крестьян, вот, они все, в общем-то, оказались там, в Сибири, строили там свою новую жизнь, такую очень непростую, трудовую. И вот его мама, она вышла замуж, около там, ну, то есть совсем еще юная, по всей вероятности, но при этом вот у нее уже была вот такая цельность. Она видела то, что происходит вокруг, и она на себя приняла такой вот великий просто подвиг, я считаю, материнский. Она молилась о каждом своем ребенке, вот как бы такими словами она говорила, Господи, если чадо мое будет тебе неугодно, лучше забери его сейчас, пока он, или она не выросла еще, и не прогневали тебя, не совершили какие-то грехи, пускай они лучше умрут в младенчестве. Это вот такое было удивительное, конечно, самопожертвование. И ведь вот у нее умерло шестеро детей, таким образом, в младенчестве. Я был на этом кладбище в Новосибирской области, там стоят вот шесть этих крестов, братьев и сестер, отца Наума, самому старшему четыре года. Ну, это потрясающе, конечно, то есть для нее самое главное было это спасение души каждого своего ребенка. Да. То есть первый вот у нее ребеночек, Михаил, он умер в 19-м году во время, так сказать, это Ковчаковского управления Сибирью, и, ну, просто заразили детей в деревне Тифом. И дети, в том числе ее младенец, умер. Но вот она в этом увидела промысел Божий. То есть потому что в деревню пришло безбожие, в деревню пришел союз военствующих безбожников, пропаганда атеизма, безверия, неверия, раскулачивания, она все это видела, она понимала, что люди отступают от Бога. А у нее вот эта вера, она была с самого детства тоже, потому что она еще, когда начала ходить в школу, там была, видимо, такая какая-то земская учительница, которая, наполненная вот такими эволюционистскими какими-то представлениями, пыталась привить их детям. Вот. Ну и рассказывала про там всяких там эволюцию, как человек произошел, там вот там, как сказать, там кошка от мышки, там и так далее. Вот. На каких-то таких примерах все это. И она не захотела ходить в школу. Она поняла, что она может повредить своей душе. Но она сделала очень умно. Вот ей было там, она была совсем девочка такой маленькой. Она понимала, что ее мама хочет, чтобы она была грамотная. И она пошла к маме большой. Так называли самую старшую женщину в роду, которых слушали беспрекословно. Был тятя большой и мама большая. Или большуха ее называли. Это вот, это вот были патриархальные вот эти семьи, в которых все. если старший в семье сказал, беспрекословно все слушаются. И она пришла, говорит, это мама большая, не хочу я ходить в эту школу. Там, говорит, все как-то учат без Бога. А про что вас там учат? Да все про мышей, про каких-то. А мама большая, говорит, ну этого добра у нас и в амбаре хватает. Что тебе, эта школа хочет? Про мышей, говорит, ты здесь все узнаешь. не ходи. И все. И вот так вот она поступила. То есть, она понимала, что она может повредить своей душе. То есть, понимаете, это во многом еще как-то шло от мамы, от ее веры, вот такой вот совершенно, которую она пронесла через все вот эти годы. Там был такой эпизод, когда к ней пришли комсомольцы, а она сидела, читала Евангелие. А комсомольцы ходили по хатам, прям вот по этим, избам и проверяли, у кого иконы, у кого, кто молится, у кого там, значит, это все. И она говорит, ой, подождите, мне надо корове там очистки отнести. Она Евангелие положила в ведро, сверху присыпала картофельными очистками, вынесла это ведро, поставила в коровнике. Говорит, ну, что вам показать? И все, вернулась, и ничего. То есть, они вот так вот жили, то есть, они вынуждены были скрывать свою веру, да, и Евангелие читать, вот прятать он и рос вот в такой обстановке исповедничества. А он один из детей вырос, Он единственный, кто выжил, да, мама вот, когда я носила его во чреве, она творила Иисусову молитву и крестила чрево и простила, господи, вот оставь мне этого, пускай он тебе послужит. Вот это да, смотрите, как вот все молитвы ее исполнились. Да, и он был еще совсем маленьким, вот он рассказывал как-то, ну, он никогда не рассказывал о себе прямо, но вот было понятно, что он говорит о себе, что совсем, когда он был еще маленьким таким мальчиком, ему явилась Матерь Божия, и она вот так вот провела рукой и раскрылась земля, он увидел ад. И он прибежал, разбудил маму и бабушку, уже папы на тот момент, видимо, не было с ними, значит, это ему лет пять, наверное, было. Мама, бабушка, что же вы спите? Я видел Матерь Божию, она показала мне ад, там столько людей, они все кричат, надо молиться, что же вы спите? То есть, вот он вот в этом молитвенном таком подвиге, он рос с детства, то есть, у него вот эти духовные дарования были. И мама его, несмотря на то, что не было возможности ходить в храм, то есть, 27-й год, уже его успели покрестить, и в начале 30-х уже их сельская церковь была закрыта, а в 35-м он вообще была уничтожена. И дальше, где они жили, нигде не было храмов, и ходить нельзя было никуда. Но она учила его Иисусовой молитве, он творил Иисусову молитву, и Господь всегда им посылал каких-то людей, которые им помогали вот тоже сохранять веру, потому что вот они, когда вынуждены были уехать из Сибири, потому что началось раскулачивание, раскулачивали, в первую очередь, маминого папу. Он тоже такой исповедник, его уже старенького отправили в ссылку на каменологию, на какие-то такие вот рудники, он оттуда не вернулся. Они были на очереди, потому что они были такие тортолюбивые крестьяне, они считались подкулачниками, середняками, ну, то есть, такими уже близкими. И они поняли, что нужно уезжать. Они сумели себе сделать справки, которые позволяли уехать из села. И вот братья отца, старшие, они уехали во Владивосток, устроились рабочими доков в порту. И позвали за собой вот свою невестку. И она с маленьким вот этим Николаем, которому было, наверное, лет 5-6, она уехала на Дальний Восток. И вот их странствование вот там вот они подали по всему Дальнему Востоку. Она в поисках работы переезжала с места на место. Он вместе с ней рос то в Владивостоке, то в Советской Гавани, Хабаровской, это сейчас область, тогда был Приморский край. Вот. То есть, они вот такие делали концы через всю страну. и очень много, конечно, трудились. То есть, батюшку уже там лет, наверное, в 12-13 они с мамой вдвоем построили дом на Курикше там. Он говорит, это так просто. У батюшки, вот у него потом все было так просто. Мы с мамой вдвоем построили домик. И вот они трудились все время. И вот так вот промысел Божий вел, когда вот они жили там в Приморском крае, то у них был сосед, Тихон Егорыч Шелихов. Вот тоже вот удивительный был такой человек. Это вот был крестьянин из-под Царицына, ну, Волгограда нынешнего, да, Сталинграда, у которого была огромная духовная библиотека. И на него донесли, естественно, что вот у него он хранит у себя духовные книги, его должны были арестовать, но его предупредили. Он собрал полную телегу этих своих духовных книг, все, значит, это спрятал, сверху нагрузил, добро, посадил всю свою семью и из-под Царицына, из Паволжских степей доехал своим ходом до Дальнего Востока, до края, так сказать, земли, там остановился. И вот он понял, что его соседи, они люди верующие. и он стал им давать книги, вот батюшка так впервые начал читать духовную литературу благодаря своему соседу. Да, вот это потрясающая история. Получается, что во внешнем мире вроде бы там безбожие утверждается, а тут же все равно есть такие вот исповедники веры, Господь их соединяет, и маленькому еще Николаю, будущему отцу Науму, уже выдаются книги святотеческие, духовные, богословские, он возрастает. Да, он читал життя святых, он самостоятельно освоил славянский язык, он читал по-славянски, он выучил эти цифры, буквы славянские, он научился в них разбираться. У него, конечно, очень был ясный ум, он очень рано начал учиться, он приставал к маме, я хочу в школу, отпусти меня, и так уже ей надоело, говорит, ну иди в школу, хорошо. А он как Филиппок, вот он был там тоже лет шесть еще, и вот пришел в эту школу, она стояла на пригорке, эта школа, я, говорит, пришел туда, стою, в дверях это, а учителя пьют чай, сидят. Ты чего пришел? Учиться хочу. Да, а ты читать, писать умеешь? Меня мама научила. Одна учительница пожалела, говорит, ну приходи ко мне завтра в класс. Ну, думаю, тенек в другой походит, потом соскучится, вернется домой, и уже когда возраст будет, тогда и придет. А он никуда не ушел, сидит, старается, там занимается, и все. И вот она его учила, только вот пока все хвосты он подтянул, она стала уже ему какие-то там, оценки хорошие ставить, грамоты давать, а так нет, вот она с него стребовала, как со всех остальных, а он так вот и учился. Так что он довольно рано, у него были блестящие способности по математике, к физике, к точным наукам, очень был такой, он, конечно, ставил людей в тупик, и просто там, что называется, профессоров, хотя у него вот было, так сказать, это летное училище закончено, радиотехника, и потом один курс, он даже не закончил физико-математическое университет, уже после армии, уже, а служил он 8 лет практически, потому что вот по совету этого же их соседа, вот Егора Тихоновича, они переехали в Киргизию, и он поступил в 44-м году в военное училище, в летное, он числился, он считался участником войны, курсантом был, но он не попал на фронт, на передовую, Господь его сохранил, потому что, конечно, было страшно, потому что, ну, молодой выпускник училища, лейтенант младший, его срок жизни на передовой был, как правило, неделя, то есть за неделю офицер вот в этой страшной войне погибал, да, то есть Господь его сохранил вот от такой брани земной для брани духовной, то есть он, но при этом, вот, конечно, вот это воинское воспитание, оно его очень вот закалило, подготовило, вот, но, конечно, большую роль играло вот именно и то, что он был воспитан в благочестии, вот у него был удивительный, совершенно, вот такое целомудрие, потому что он был очень, он вообще был удивительный красавец, на самом деле, вот есть фотографии его, молодые, он был очень красив собой, при этом он был спортсменом, он занимался, постоянно, там, 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 это спорт, он был физически очень хорошо разве, при этом еще и умный, да, то есть он такой был, конечно, желанный с целью для замужества и так далее, но он совершенно вот так вот, то есть, вот это какое-то чувство того, что он предназначен для служения Богу, вот в детстве, оно у него, вот, видимо, было так вот с детства, с ранней такой юности, что он совершенно чисто был человек, хотя к нему вот были такие всевозможные поползновения, однажды такой был случай, что он гулял со своим товарищем уже во время, там, обучения, там, службы этой армейской, а навстречу шли две девушки тоже, ну, военные, вот, ну, и понятно, что один товарищ с одной девушкой заговорил, а другая, естественно, должна была уже с ним гулять, вот, и как бы из этой ситуации выйти, он говорит, ой, хочется искупаться, что-то, говорит, а уже осень была, холодно, что-то, говорит, вспотел совсем, спросился, бегем на стерку, значит, это, прыгнул в воду, плавает, 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 они там, значит, стоят на берегу, беседуют о чем-то, а он все плавает, а вода холодная, такая уже совсем осенняя, он вылезает, ой, замерз, нет, надо бежать скорее в казарму греться, хотелось, побежал, так, в общем, и ни одна не смогла издевиться, которые весьма этого хотели, с ним вот как-то какие-то такие вот отношения установить, он очень так, это все деликатно, но твердо пресекал. Да, я слышал, что он отказывался ходить на танцы вечерние, что он иногда как, он днем много спортом занимался в то время, а вечером уже так вот уставал, и он и говорил, что я вот уже устал, мне не до этого. Да, он вот такой вот вел жизнь монашескую, можно сказать, все вот эти годы службы в армии, а это как раз вот этот призыв 27-го года, в который он попал, они служили по 6-8 лет, вот этот призыв, потому что остальные годы были либо выбиты во время войны, да, ну, то есть, вот это был как раз тот период, когда вот эти молодые люди, они осуществили вот преемственность между армией времен войны, да, и новой, как бы вот армии, когда нужно было передать вот эти знания все, ну, вот просто нужно было подставить плечо за медь те поколения, которые погибли во время вот этой страшной войны. И поэтому батюшка, он получил, что вот он совсем буквально месяц не доучился в училище до того, чтобы выйти с погонами лейтенанта, училище перевели из Киргизии в Прибалтику, в Ригу, и вот за месяц до того, как он должен был его окончить, он оказался в рядах вооруженных сил просто рядовым. Вот, и шесть лет еще после двух лет военного училища, шесть лет еще служил на аэродромах, осуществлял связь с самолетами с земли. Это были так называемые БАО, батальоны авиационного обслуживания, которые вот... Да, видимо, вот эти войска, которые... как раз... война только закончилась, да, их держали на случай, если вдруг где-то еще вспыхнет что-то, что они во всеми даже не готовности. Ну, да, да, конечно, оно и вспыхивало, и, в общем-то, у них постоянно была такая необходимость. Но при этом, помимо вот такой вот чисто военной подготовки, там еще очень большое внимание обращалось именно на интеллектуальную подготовку. То есть, они вот эту свою специальность они знали от и до радиотехническую. И мало того, что радиотехнику, они еще изучали все сопутствующие дисциплины, да, вот которые, то есть, учили естественные математики и физики и всему. И мало того, что учили, батюшка сам вспоминал, что они уже там, будучи там этими эфреторами и сержантами, они преподавали офицерам молодым, которые приходили в армию, для того, чтобы вот эту вот смену преемственности обеспечить. То есть, такой был уровень подготовки, что они преподавали офицерам, проводили с ними занятия. Вот, те, у кого были хорошие, естественно, такие показатели. Служебная батюшка, вот он получал и грамоты там разные, и вот поощрения, то есть, и вот войну закончил, не войну, а вот службу закончил старшим сержантом, отказался вот уже офицерской должности, от того, чтобы делать военную карьеру. Он очень хотел, конечно, тоже учиться. и он вернулся к своей маме, которая все эти годы ждала его там в Киргизии, где у них там на окраине Бишкека, на станции Пешпек, был небольшой саманный домик, вот, и поступил на физико-математический факультет. Он буквально за полгода закончил 10-11 классы в вечерней школе и поступил, подготовился на физико-математический университет, но проучился всего год. Я пытался понять, почему, как бы, вот, выяснить этот вопрос. Мне кажется, что здесь было два момента. С одной стороны, получилось так, что он жил в общежитии в центре города, а мама жила на окраине города со своей младшей сестрой и племянницей. И это было очень опасно, потому что холодная летопись от третьего как раз, массовая амнисия, миллион уголовников вышел на свободу, там, огромное какое-то количество, и просто это было очень опасно. На окраинах страны творились страшные, конечно, вещи, вот, и у них там чуть не увели корову, и они приняли решение возвращаться обратно на Дальний Восток, где было кому помочь. А с другой стороны, я так понимаю, что мама, вот она же такая была очень духовно одаренная у батюшки, вот, цихимонахиня Сергия, тогда она была еще Пелагея Максимовна, она понимала, что его путь духовный, и она понимала, что ни с каким университетом ему в семинарию не поступить, что нужно совсем как бы другую себя делать биографию, попроще, что после получения диплома о высшем образовании ты уже не сможешь стать ни священником, ни монахом, по крайней мере. он говорит, так было интересно учиться, то есть для него это было жертвой, то, что он бросил эту учебу, и после этого вдруг он поступает на какие-то бухгалтерские курсы, он говорит, мама, неинтересно, а ты за послушание, ну за послушание, ладно, поехал, поступил, а почему, это интересно, мы когда-то встречались с ладыкой Владимиром Котлеровым, митрополитом Санкт-Петербургским, а он в те же годы, это то же самое время, где-то 56-й год и 55-й, он принимал дьяконский сан, и тоже перед тем, как рук положиться, он закончил бухгалтерские курсы, и он объяснил, почему, потому что, говорит, бухгалтер очень хорошая, говорит, специальность, бухгалтер, говорит, когда считает, он сидит, а когда сидит, то он тоже считает. Они готовились к тому, что они примут крест, вот в прямом смысле, то есть, они готовились к тому, что когда они примут сан, то они пойдут в лагеря, и заботились о том, чтобы принять какую-то такую, получить такую специальность, которая поможет выжить потом в лагере. И действительно, многие священники работали там делопроизводителем, письмоводителем, бухгалтерами, счетоводами. То есть это такая как бы работа в тепле, ни на каких-то там, ни в рудниках, ни на лесоповале, да. Работа, которая просто позволяла выжить, пережить, да. Вот это все. И они к этому готовились. То есть они понимали, что если они примут Санту, это скорее всего ссылка, каторга. Люди жили еще с вот этим сознанием. И мама отца на ум, она понимала, что раз он вот в принципе вот пойдет этим духовным путем, то ей надо уже подготовиться к этому. Ну а на самом деле вот за послушание по промыслу Божию все так сложилось, что он, во-первых, действительно получил вот эту специальность, которая ему пригодилась очень в монастыре впоследствии. Он же много лет здесь тоже был бухгалтером в Троицер-Сергиево-Авре. Об этом мало кто знает. Это отец Кирилл был казначеем, а отец на ум ему помогал, был бухгалтером. Даже не слышали. Они вдвоем, два старца, фактически руководили всей финансовой деятельностью Троицер-Сергиево-Авре. А отец Венедикт, который впоследствии возглавил Оптину пустынь, был у них экспедитором. Он эти там ездил, отвозил, сдавал деньги в кассу. Это какое-то удивительное время было. Удивительное, да, вот такое было время. А как отец на ум уже пришел, собственно, в монастырь? Вот как он пришел? Вот это тоже благодаря тому, что вот так вот это запослушание. То есть он приехал в Бишкек. Фрунзе тогдашний поступил на эти счетные курсы. И так получилось, что его дорога от жилья к этим курсам лежала как раз мимо только что открытого Святого Скорсенского собора в Бишкеке, где служил совершенно замечательно такой тихий, скромный подвижник, игумен Асаф Овсянников, который стал его духовным отцом. Они познакомились в храме, и владыка Асаф, он сразу, он вот молодежь брал под крыло. Это вообще удивительный, конечно, был человек, удивительный пастырь такой вот. И он очень много молодежи вот как-то так вот потихонечку, так очень деликатно брал под крыло и вот давал он такую путевку в жизнь. И вот отец Новым оказался как раз в этом числе. То есть отец Асафа его стал приглашать алтарничать, читать апостол, стал его учить, помогать ему вот именно приобретать опыт церковной жизни. Вера была, был духовный опыт, молитвенный опыт. А церковный опыт откуда было приобрести? Понятно, что он даже читал по-славянски, но он не читал никогда вслух. Это же совсем другое дело. И вот он все это за полгода, вот часть на этих бухгалтерских курсах, он заодно, так сказать, получил церковный опыт. А там еще вот в этом соборе, там выписывали журнал московской патриархии. И из этого журнала батюшка узнал о том, что, оказывается, открылись семинарии, открылись монастыри, есть троицы Сергея Лавры, есть семинарии. Он пишет совершенно трогательные письма. Я вот нашел здесь в архиве, в личном деле, в семинарском, в академическом отца Наума, где он пишет письмо ректору тогдашнему, Ружицкому, что он, как он хочет приехать и поступить в семинарию, и он сразу пишет, что я готов сразу и монашество принять. Я хочу послужить Христу, если вот будет на то воля Божия. Там такая прямо, вот, горение духа, вот в этом письме, и такой холодный ответ, что, ну, там, приезжайте, но учтите, что Духовная Академия там на семинаре, она не дает денег на обратную дорогу, а без ряда, в которые не поступили. И такой очень канцелярский, такой сухой такой ответ. Очень это выглядит, как такой прямо контраст. И было очень много, конечно, мороки, нужно было собрать кучу документов, нужно было найти справку о крещении. Представляете себе, где можно было в 47-м году найти справку о крещении. Но, тем не менее, все это удалось. Там, вот, настоятель храм вот этого Воскресенского за него очень тоже удивительный человек, отец Александр Рябцовский, который успел побывать митрополитом обновленческим, при этом вернулся, покаялся, так сказать, отсидел в тюрьме и кончил свою жизнь протеереем. Он с такой заботой, с такой любовью, вот, он отправлял будущего отца на ум в эту семинарию, телеграфировал, что епархия, вот, что храм возьмет на себя его содержание, там, в качестве студента. То есть, вот, настолько вот такая была вот забота об этом молодом поколении, удивительная. И батюшка поступил здесь, семинарию, в академию, но он уже был совершенно зрелый. Вот он был 30 лет, да, он уже 8 лет провел в армии, он уже работал, он уже учился, и он уже был готовый монах, при всем при этом, конечно, то есть, поэтому очень быстро, вот, он здесь развивается, буквально через год его, то есть, той же осенью, его уже принимают в братья, через год его уже подстригают, рукополагают в иеродиаконах иеромонахи очень быстро, вот, и он уже в 61-м году, он уже духовник. Да, вот, и я вот иногда смотрю, когда бывает, поступают они, ну, некоторые, вот, ну, скажем, в 30 лет, да, то кому-то тяжело дается учеба, да, а тут мы видим, что отец на ум, он приходит, да, и он как бы от силы в силу восходит, он становится все сильнее и сильнее, и в нем как будто вот раскрываются вот эти божьи дары, и у него же насколько и ум действительно проявлялся, ведь он потом и сколько книг тоже и составлял, и писал, и проповедовал. Он, он никогда не тратил время в том, в чем, то есть, это был человек, который никогда не расслаблялся, да, то есть, не позволял себе, вот, он очень был всегда вот именно сосредоточен на внутренней жизни, то есть, у студентов перемен, все отдыхают там, где-то даже, ну, я вот даже там привожу в книге, там очень такие смешные рассказы покойного отца Матфея о всяких этих шалостях, проделках семинарских, академических. Отец, конечно, ни в чем там никогда не принимал участие. Он уединялся, гулял, и почетку утворил Иисусову молитву. То есть, он молитву Иисусова уже с молодых лет и таит. Да, 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 и вот здесь она, конечно, очень у него развилась до каких-то таких вот высот цитоотеческих просто. Вот, когда он написал свою кандидатскую работу и защитил, то Константин Ружицкий, протеерий, да, вот тогдашний ректор, он пишет, потрясающий совершенно отзыв. Я тоже вот его нашел в архиве. Он пишет, что Отец Наум пишет нам о таких вещах, о которых ухо наше не слышало. И на сердце нам даже не это не приходило. То есть, он такие открывает, как бы, тайны вот об Иисусовой молитве, с которыми вот даже ученые, такие представители ученого духовенства, как протеерий Константин Ружицкий, еще выпуск книг дореволюционных духовной школы, он не имел об этом никакого представления, честно это признает. То есть, это такая была средоточенность, конечно, и он действительно не тратил время. Он, когда нес посушение за ящиком, да, вот, с сычным, у него в ящике, в этом сычном, лежали учебники. Пока никого нету, никто не подходит, кому надо свечи выдавать, он достает книжку, читает. Кто-то подошел, он опять его спрятал, выдал. Когда он был келейником, первое его было посушение в монастыре, он был келейником у игумена Федора Андрющенко, такого-то уже замечательного, юродио-лаврского старца. Вот, и отец Федор потом о нем говорил, что это, говорит, у меня был единственный келейник, который, когда делал уборку в келье, выставлял будильник за окно, на подоконник, чтобы он тиканье не отвлекал от молитвы. То есть, вот он творил Иисусову молитву настолько сосредоточенно, что даже делая уборку в келье у своего старца, он выставлял будильник за окно. То есть, вот настолько как-то он погружался. И отец Федор говорит, что я ему ужасно завидовал, потому что у него все было расписано по минутам. Все. Вот у него время на занятия, время на занятие Иисусовой молитвы, время на богослужение, время на послушание. Он не тратил вообще нисколько времени. Как-то думал, дай-ка я тебя испытаю, проверю, насколько это вот как бы у тебя вот именно со смирением сочетается. Ну и взял, говорит, разлил это у себя в келье в коридоре ведро воды. Говорю, ой, слушай, я там воду разлил, приберись там. И он говорит, пыхтит, пыхтит, там все это прибирается. А потом приходит по военным докладывать, батюшка все убрал, все сделал, в келье ваше прибрался, в благословитель, пойду на службу. Ни слова, говорит, упрек, не сказал. То есть отец Федор, он по возрасту был младше отца Наума, то есть он с 47-го года был в братья Лавре, то есть и на момент в 57-м году прихода отца Наума он уже был уменом. А отец Наум, да, тоже вот он буквально его в 58-м году его постригли, тогда же рукоположили в Эверодиаконах, в 59-м году рукоположили в Романаха и поставили духовником. И он уже, тогда он уже был прозорлив. Уже с 59-го года он осуществляет духовничество, да, и были свидетельства прозорливости его. Да, да, все знали, что отец Наум, если что-то скажет, то обязательно все это сбудется. Я слышал то, что он предсказывал развал Советского Союза, вообще окончание безбожного строя. Да, да, да. Понимаете, дело даже не в том, что он предвидел развал Союза, то есть и предсказывал его. Дело в том, что он к нему действительно готовился. Вот самое, наверное, поразительное, вот во всей этой истории, это то, что отец Наум с начала 60-х годов готовит кадры для будущих монастырей. То есть он к этому падению безбожного режима, он готовится вот буквально с первых дней своего духовничества. Он уже к нему приводит детей маленьких, люди, которые к нему приезжают, а он уже знает, кто из них будет настоятелем, настоятельницей монастыря, архиереем, понимаете. Он их растит с детства, готовит к тому, что они займут свои потом вот эти иерархические должности какие-то, свое служение, свои кресты. Вот это поразительно совершенно. Даже не то, что там, ну что толк там предсказать то или другое, сказать, кого-то там поразить. Нет, дело в том, что вот у него уже была стратегия. То есть это знание им было дано не просто так. Оно дало ему стратегию, которую он, причем многоплановую стратегию, состоящую из множества шагов, которую он последовательно воплощал в жизнь, начиная с начала 60-х годов. Вот это вот поражает, когда знакомишься с его жизнью, с его жизнеписанием. Ну вот. Нам даже это, конечно, трудно представить, что там еще вот за 30 лет до окончания советского строя он уже действительно готовится к этому и к тому, что будут открываться монастыри, а кого туда направлять. И он уже формирует тех, кто пойдет туда. Вот это совершенно удивительно. То, что он начал готовить вот эти сначала общины. Он стал верующих мирян собирать в общины при каких-то храмах, соборах, святынях, при каких-то пастырях, которые бы могли эти общины окормлять. Потом вот этих детей из вот этих общин он начал готовить к поступлению в те немногие действующие монастыри, которые были. И из них вот уже растить будущих игуменов, игумени, так сказать. То есть вот так вот готовить кадры. Он фактически создал вот эту сеть тайных монастырей будущих, общин, которые только ждали своего часа. Вот он, например, руководил вот этим процессом, который совершался в Дивеево, вот его таким учениками, отцом покойным с херрхи Мадритом Захарией, отцом Ванифатием и отцом Венедиктом. Оба они упокоились в Оптяной пустыне, которые еще за 10-15 лет до открытия Дивеева они уже начали собирать там будущую монашескую общину. И когда Дивеева открылась, там уже была готовая монашеская община. Это вот... Которая уже ходила по канавке, читала правила благородичные, которая уже жила по монастырскому уставу Дивеевскому, которая все об этой Дивеевской истории знала, понимаете. И это с благословения отца на ум. Да, то есть это вот были такие процессы, которые просто... То есть не то, что, знаете, вдруг раз и наши партийные руководители перекрасились, превратились в подсвечников и вдруг разрешили всем остальным там тоже ходить в церкви. И что? Понимаете? И куда? И кому идти вот в эти новооткрытые церкви? А они готовили, понимаете? Они готовили этот процесс старца. И отец на ум именно этим готовился. Это была целая такая вот стратегия. Как я понимаю, отец на ум, он вообще смог создать такую очень, ну, фундаментальную такую школу монашества и формировал игуменов и игуменей в монастыре. Да, да, да. То есть вот мы и считали сейчас вот это... Ну, только таких вот наиболее известных игуменей он воспитал 35 игуменей женских монастырей. Вот игуменов примерно мы считали там около 40. Всего вот я подсчитывал, вот здесь даже вот в книге есть, это неполная такая даже карта с этой географией монастырского охвата отца на ум, монастырского строительства. Около 100 монастырей при его духовном участии было открыто. Понимаете, что это такое? Это удивительно, конечно, совершенно было. Да, и сколько там, больше 20 архиереев сейчас вот уже из числа вот его таких вот воспитанников. Причем... Ну, я знаю, что и архиереи, и монахи, игумены, они причем по всем вот епархиям. Да, что отец на ум, он же еще, как сказать, вот он именно, у него еще такая была такая стратегия, да, и вот это делание такое, он укреплял как бы такие форпосты нашего государства, Руси, да, то есть он же не просто... Вот почему требовалось определенное самопожертвование не только от него, но и от его духовных чат, да, то есть это было таким требованием, потому что в любой момент тебя отец на ум мог отправить, ты к нему приходишь с утра там еще там ни о чем таком не помышляя, а к вечеру уже едешь на Дальний Восток открывать какой-нибудь монастырь там новый, понимаете, то есть в этом смысле это была совершенно такая жизнь, как в армии, вот батюшка вот здесь мог сидеть, на стульчике ты к нему подходишь, это становишься на коленочке вот этого нового, он говорит, да, говорят, тебе надо ехать на Дальний Восток, кто говорит, говорят, он прямо вот у этого, да, аналогия? Ну вот он иногда выходил, да, прямо сюда, у него было там прием на келье, а бывало, что он выходил прямо здесь, вот у аналогчика ставил стульчик, садился и принимал людей, вот мы прямо здесь беседуем на этом месте, где батюшка принимал людей, вот, и вот он укреплял вот такие вот, понимаете, форпосты, то есть он создал монастыри на Крайнем Севере, на Дальнем Востоке, в Сибири, в Киргизии, в Казахстане, то есть это вот такой вот, вы понимаете, охват по самым, и действительно, он своих чат готовил таким образом, чтобы они были способны именно, вот, оставить свою какую-то удобную жизнь в одночасье уехать, начать строить что-то на совершенно другом, новом месте, на пустом, причем, совершенно месте, начать пускать корни, как-то обживаться, что-то строить, устраивать. Отец Нектаре, может быть, все-таки какими-то случаями прозорливости, вот еще из той эпохи, из ранних лет духовничества от отца Наума вы поделитесь? Это было настолько обычным содержанием жизни, вот эта прозорливость, то есть, это же было не для того, чтобы, как сказать, кого-то удивить, да, это было для того, чтобы именно человека направить, и не случайно в Лавре вот уже тогда сложилась такая поговорка, что, ну, если отец Наум сказал что-то, значит, через 20 лет точно сбудется, то есть, вот, там горизонт, так сказать, события, он был вот такой вот, да, то есть, как бы, батюшка, он в этом смысле зачастую не разменивался, и очень многие, то есть, вот, например, наверное, небезызвестный вам, да, отец Анатолий Берестов мне рассказывал, что батюшка, когда только он еще молодым врачом к нему попал, к отцу, но отец на он сразу же сказал, что все, что с ним будет, так сказать, вот, какие-то такие вот вещи и про женить, и про вдовство, и про то, что он один будет двоих детей воспитывать, и то, что примет саны, и вот, монашество, то есть, вот, это вот все вот как бы батюшке было открыто, вот буквально, он далеко не все мог сказать даже, на самом деле, то есть, он какие-то вещи зачастую умалчивал, он сам это знал, он человека вел куда-то, да, вот, и далеко не всегда даже что-то ему открывал, или вот схемонахиня Стефанида, такая покойная, тут была тоже подвижница, рассказывала о том, как она вот из своей Нижегородской епархии приехала к отцу Науму на исповедь, собственно, не то, что специально к нему, а просто, ну вот, попала, она собиралась вернуться к себе и купить у тебя в селе дом, а батюшка ей говорит, он молодой совсем еще был такой-то рыженький, романах, говорит, да не надо тебе дом покупать там, не будет там у тебя никакого дома, тебе сюда надо переезжать и жить рядом с Лаврой, он говорит, да какой, да я уж торговалась, уже, уже задаток дала, дом покупаю, да не нужен тебе никакой дом, приезжай. Вернулась она к себе обратно в свое село, это Нижегородское, а ей соседи говорят, у которых она дом торговала, да что-то ты долго ездила сильно, может, твой дом другим продали, они больше давали, и она оказалась без дома, говорит, тут задумалась, а может, и правда надо батюшку послушаться, вернулась сюда, в Сергиев Посад, устроилась работать в столовой Духовной Академии, 35 лет проработала здесь, и домики, и Господь тут послал рядом с Лаврой, вот так вот, батюшка говорил, все оно как-то так и сбывалось, то есть, это на самом деле, как сказать, прозорливость была именно инструментом, да, рабочим отца на ума, когда, хотя он всячески отказывался, открещивался, от этой, говорил, час прозорливцев, нет, прозорливцев не ищите, рассказывал всякие истории про то, как вот, якобы, эта прозорливость появляется, что это все просто слухи какие-то, но вот он, в общем, так это, не любил этих разговоров, своей прозорливости, и вообще, как-то очень не любил привлекать к себе внимание, фотографироваться, не любил, говорю, и до поклонства, то есть, так это все очень так к этому всему относился, он очень так старался держаться в тени, очень смирялся, вот, всегда. Но при этом люди все-таки чувствовали Божьей благодати. это было невозможно и не почувствовать, и не понять, потому что вот там же не только была прозорливость, там было дар исцеления же, причем совершенно тоже такой вот скрытый, когда, ну вот, небезызвестный отец Владимир Ригин, я помню, рассказывал мне такой случай, как вот они, мы были молодые, родитель у нас родился, первенец, вот, мы его недокармливали, он кричал, накричал себе грыжу, мы там стали метаться к врачам, там врачи, о, грыжа, да, надо там оперировать или там что-то там лечить, там делать, мы там в ужасе пришли к батюшке, вот батюшка младенец плачет, грыжа, покажите-ка его, подержал на ручках, такого, погладил, погладил, так по спинке, да нет, никакой грыжи, вы просто посоветуйтесь, говорит, с такими опытными родителями, у которых детей много, может, кормить надо по-другому, или еще, говорит, там чего, все, говорит, это хорошо у него, отдал, ну как, ну мы же видели, говорит, грыжу, как тут не было, была, принесли домой, никакой грыжи нет, ну вот такие вот были вещи, да, вот батюшка, вот он так вот, как бы, он все делал так, это тоже несколько еродиво, да, вот как бы, надо исцелить человека, да, от какой-нибудь болезни, он на него оденет тулуп, летом, и отправит в электричке, в Москву, или там, по пробкам, человек весь это вспотеет, в этом тулупе, смирится, на него смотрит, как на дурака все, летом в тулупе, приедет домой, а болезни нет, ушла, вместе с тулупом, который он снял, то есть, вот такие вот были, смирилась душа, и вот по молитвам батюшки, исцелился человек, вот это было такое вот условие, надо было смириться, да, вот принять, вот это, батюшка он все делал, знаете, не с одной целью, он как бы все делал с такими, вот как бы, как сказать, не только с какой-то практической, да, вот целью, а в первую часть духовной, преследуя духовные такие цели, ну, а то, что батюшка слышал, там, мысли человеческие, там, какие-то видел, вот такие вот вещи, ну, это уж, все об этом, конечно, знали, такие были даже смешные, какие-то диктотические случаи, я помню, мне как-то рассказывал такой один батюшка, он такой очень поэтического, такого какого-то склада, что он говорит, это пришел к отцу, на уму со своей матчкой, а матчка всегда в него роптала, что такой нехозяйственный, денег вечно нету, он, значит, как-то это все отвлекается все время, вот ему бы только служить, и все, и ничего ему не надо другого, и вот она это все батюшке рассказывает, он так привык уже смиряться, стоит тоже на коленочках перед батюшкой, а сам про себя вот услаждает свою душу, воспоминанием, это пасхальных песнопений, и так про себя, значит, думает о том, что вот как в Священном Писании, вот, там вот, богодать Святого Духа сравнивается с пивом, приедите пиво, пьем новое, тропарь, там, третьей песни на Пасху, вот, и так, значит, про себя так это рассуждает, богословствует, матчка тут на него, там, это, складывает обвинения, а он так уже привык к этому, у него в душе другое, батюшка так послушал, то матчка говорит, ай, ну что, говорит, с ним, сделаешь, он у тебя пиво много пьет, говорит, какое пиво, батюшка, да он в рот не берет, что вы, ничего, никакого алкоголя, батюшка смеется, только рукой машет, ну, где там, и объяснять, какое он пиво у нее пьет, понимаете, то есть, вот, настолько вот у него, вот это вот, было, это было открыто, душа человеческая, он в ней читал, как в книге, и мог так вот и смирить, как-то, и в то же время, и знаки такие тайны давал, какие-то, вот это, матчка, вспоминала, Николая, игумения, монастыря в Малоярославце, о том, как она вот приезжала к батюшке, еще и Шамардина, а батюшка говорит, надо тебе съездить там в Калуге, в Краеведческий музей, потом говорит, медведи из чучела, съезди, посмотри на него, ну, чучело, чучело, что на него смотреть, ну, ладно, поехала, посмотрела, думает, к чему, а потом, раз, и через какое-то время оказалась Малоярославца, а на гербе Малоярославца, медведь, точь-в-точь, как это и чучело, из Калуги, для чего батюшка-то делал, он так вот, как бы, давал такие знаки, чтобы человек не сомневался, что есть воля Божия, вот в таких каких-то событиях, да, что это все, ну, не просто так. И люди ведь, сколько людей шло, да, просто вот толпы бывало, собирались, и батюшка, он и проповедовал же постоянно, говорил что-то вот, рассказывал, делился, а я вот слышал так, что как-то, ну, люди так спрашивают, батюшка, ну, мы-то хоть к вам это, попадем, потому что очередь-то большая, он говорит, конечно, мы пойдем, ради вас и живем. Ну, да, да. Он посвятил себя вот этому служению людям? Да, конечно, но нет, опять же, вот людей было много, а вот были такие случаи, когда батюшка выходил, так, оглядывал вот от толпы, говорил, народу много, поговорить не с кем. То есть, вот, много людей, которые приходили из каких-то чисто вот таких суетных побуждений. А батюшка был строитель, он был строитель Церкви Христовой. Вот для него люди были как эти живые камни, из которых он эту Церковь Христову строил. Да, то есть, и ему нужны были вот именно вот эти камни. То есть, те, кто найдут свое место в этом церковном здании, церковном строительстве. Вот, а не для того, чтобы там праздно с кем-то пообщаться, удивить своей прозорливостью там или еще что-то. а люди, видимо, шли с какой-то сиюминутной проблемой. Вот только решить и уйти. А очень много было людей, совершенно, конечно, вот в какой-то момент уже случайных, и таких вот, как бы, действительно, да и откровенно враждебных. Очень много приходили людей просто для того, чтобы досадить старцу, вот, навредить. Ну, я уже всегда посылал. Вот, он же очень много таких вот перенес гонений. То есть, на него там, однажды выпреснули целый пузырек зеленки в лицо. Все, и вот потом не мог выйти из келья, потому что у него все было-то за альто. Вот, так чуть не вылили целый стакан эссенции уксусной. Вот, попали на отца Косьму, Алёхина, вот, ему даже попало там в глаз, его лечили. Вот, то есть, вот такие приходили озлобленные, всякие, вот такие, вот, водимые духом бесовским. Вот, отца Тихона, Агрикого, таким образом, изгнали из лавры. И отца Наума изгоняли. Но вот отец Тихон о нем говорил, тогда еще вот, когда, в те годы, что отца Наума такое смирение, что он благодаря ему все перетерпит. Хотя был момент, когда вот отец Тихон был готов уходить из лавры. А почему? Ну, он, конечно, у него такая была бескомпроместная позиция, он не шел ни на какое сотрудничество с властями. Вот, он сам об этом рассказывал, как он... С безбожными властями. да. Вот. Ну, понятно, уже не с постсоветскими, а вот в то время, он сам рассказывал, что тогда монахов вызывали в военкомат. Вот мне, говорит, тоже пришла такая повестка в военкомат. А мне, говорит, так на сердце стало прям неспокойно. Я думаю, что-то здесь не то. Прихожу в военкомат, они даже что-то понять не могут. Зачем? Кто вас вызывал? Я говорю, ну вот повестка такая-такая. А, они догадались, это вам вот туда вот надо, в тот кабинет. Провели меня, там такая неприметная дверка, и сидит капитан из КГБ, из соответствующего отдела. Идеологического. И начинает вот такой примерно разговор, что вот вы человек военный, сознательный, но вот в монастыре у вас в Лавре не все сознательные. Вы вот, надо вот, чтобы вы помогали нам. Надо, чтобы вы слушали разговоры, кто о чем говорит, кто о чем думает. И приходите, вот мы будем вас вызывать, вот так повестками, вот в военкомат. А вы приходите нам, рассказывайте. Мы будем вам помогать, вас продвигать, епископом станете. Вот. Отец Новым говорит, я так сначала смутился, говорит, и так начал рассказывать этому капитану про то, как Господь сотворил мир, как создал Адама, как Адам пал грехопадением, как Господь пришел его спасти. Я, говорит, так увлекся, стал, говорит, ему рассказывать, рассказывать. Он, говорит, целый час, наверное, говорил об Адаме, о спасении, обо всем. Тот, говорит, слушал так внимательно, кивал головой, что-то там у себя записывал, говорит. Потом, говорит, ну ладно, так идите. И, говорит, у них это было три категории, значит, как-то сознательные, сочувствующие фанатики. Вот я, говорит, был в третьей категории фанатиков. И поэтому его, конечно, старались в какой-то момент выдавить из лавры. Просто, ну и самые разные для этого применяли способы, вплоть до физических избиений. Ну, я вот слышал, что и бывал он избит тоже. Да, до полусмерти просто вот избивали. Вот однажды его, так вот он прям лежал в келье, не мог выйти. Вот так претерпевал все. Вот был так наместник один здесь такой. Вот ровесник, кстати, батюшки. Он был из трактористов. Такой вот сознательный, что называется. Ну уж не знаю, какие были причины. Ну, в угоду властям, наверное, да? Видимо, да. Вот он, ну, ни одному батюшке доставалось, он так это выпьет для куражу. И вот он вечером приходил туда во Всесвятский крам, вот под Успенский. Вот там же была исповедь. И вот отцы, которые дольше всех задерживались, они получали за свое рвение за свое рвение от наместника, который, так сказать, это святым кулаком их воспитывал. Но вот чаще всего страдали отец Тихон, которому... Отец Тихон вообще мог до 4 утра исповедовать накануне праздника, а в 5 уже пойти служить раннюю, потом на поздний регентовать. Он был, конечно, совершенно такой друженик. Отец Силофиил был тоже вот такой схегумен, вот ему тоже доставалось. И отец Наум вот этим троим больше всех, так сказать, перепадал. Отец Силофиил один раз даже решил уйти, и его преподобный Сергий сам остановил, когда он уже брался за ручку дверей. Да, да. Преподобный Сергий положил свою руку на его руку, сказал, не уходи, если останешься, то будешь настоящим монахом. Да, да. А батюшку остановил Матерь Божия. Можете? Да, да. Вот как-то батюшка так вот признался, что вот ему вот в этот трудный такой момент, но он вообще так искал как бы совет, он никогда ничего не делал сам вот по своей воле. Он всегда советовался с каким-то блаженными, с духовниками, ездил. Вот его духовник Владыка Иосаф на Пермской кафедре был в 1966 года, а 79-го на Ростов-на-Дону. И вот он так как-то ему сказал кротко так, хотя он его почитал еще молодым, он уже почитал его как старца. Но он ему говорит, ну ты столько людей собрал, такую паству, на кого же ты их оставишь? и те же самые слова ему сказал Матерь Божия батюшка, когда явилась. А как она явилась, не знаете? Вот я не знаю каких деталей, он хотел уехать на Афон, батюшка. Он уже собрался, он раздал все вещи келейные свои, тогда собирали группу монахов на Афон, а он очень мечтал об Афоне, он очень хотел уехать, очень любил Афон, говорил, что он такая благодать, сел на камушек, солнышко, море и молись, хорошо. Вот он вообще какой-то у него такой был об Афоне представление. У него какая-то духовная такая была связь со старцами афонскими, хотя он не встречался, не виделся, но вот была. Вот отец Паисий его преподобный знал духом, тоже говорил, что как-то он интересный так высказался, что у отца Наума ум всегда стоит близко к сердцу. Ну то есть в молитве, что у него, что вот он живет вот в этом состоянии умной сердечной молитвы, отец Наум под влиянием. Вот, и он хотел уехать очень на Афон, и Матерь Божия ему сказала, что как бы пасту свою кому оставишь. Что вот, и он говорил, что Матерь Божия ему дала послушание собирать девственников под свое кормление. Вот, то есть, он таким был им нахранителем девства. Он очень радовался всегда, когда к нему приходили люди вот такие не запятанные блудными грехами, и он старался вот их вот всячески как-то так вот собирать, и вот через эти общины, через монастыри сохранять их вот эту добродетельную девственность. через них как раз он формировал монашество. Да, да, то есть, вот это была, так сказать, его такая вот особенная такая забота, вот это было ему послушание от Божьей Матери. Вот он говорил, что это послушание, которое Матерь Божия дала. Такая вот, такие вот. Ну, конечно, это тайна, все, он жил, в общем, понятно, на грани миров. То есть, когда он говорит, что братья Лавры видят, как преподобный Сергий ходит по Лавре и поет с братья на клиросе, понятно, что он имел в виду, я думаю, и себя тоже, а не просто так. То есть, мне отец Пантелимон рассказывал про отца Наума, что когда он сильно очень заболел, и температура была под 40, и, видимо, воспаление легких. И врачи ему сказали, что нельзя подниматься на братский молебен, потому что там и для сердца это было плохо. А он все равно, он пошел, поднялся все равно и пошел на молебен преподобному Сергию, хотя сердце у него действительно болело. И вот после моления преподобному Сергию у него прошла эта боль, и вообще болезнь не отступила. Ну, просто на таких подвижников на них часто, так сказать, враг нападает вот именно такими телесными болезнями. Но их отличие от каких-то других инфекций, обычных физиологичных таких заболеваний в том, что у них чисто духовная природа, при том, что симптоматика точно такая же, как, например, у тяжелого гриппа или воспаление легких. И батюшка это, конечно, в своей жизни неоднократно испытал и хорошо знал. Потом первое, что он делал, когда вот с ним случалась вот такая какая-то простуда, он был очень, конечно, им подвержен, потому что еще в младенчестве перенес воспаление легких. И у него чуть что начинались эти воспаления, особенно с возрастом. Хотя он физически был очень крепкий, сильный, но вот легкие такие были его слабым местом. Вот. Но он первым делом начинал лечиться молитвой. То есть это вот вспоминают те, кто приходил к батюшке в келью, что он лежит у себя на кровати, мед, малины и куча четок. Весь обешен четками, тянет, значит, это... То есть вот он так преодолевал. И поэтому это была обычная ситуация, когда у него температура 40, а он идет на прием и принимает людей. Он до последнего всегда не верил вот этим своим болезнам. То есть он думал, что они от врага. Вот только когда уж действительно оказывалось что-то такое телесное заболевание, тогда он соглашался и то, чаще всего, за послушание принимать вот такое какое-то лечение и прекращать прием даже иногда. А так вот все как правило превозмогал, перемогал на ногах вот так на терпение. Вот честно скажу, что меня, конечно, прям поражает масштаб личности отца наума. Да, то есть это ведь какое надо и такое духовное видение. Во-первых, насколько духовно прочно стоять, чтобы мы все время как-то искушение нас заваливается или уныние, или еще чего-то не можем дело уже какое-то делать. А получается, что невзирая на все вот эти искушения, он твердо шел вперед, посвятив себя Богу. При этом какое-то видение на десятилетия вперед, кого принимать в ученики, действенников собирать для того, чтобы они посвятили себя Богу. И уже прозревает, кто там кем станет впоследствии. То есть что-то запредельное, если с наших обычных позиций смотреть. Да, он депут, так сказать, просто человеком, действительно, живущим по стихиям этого мира, по законам этого мира. То есть, конечно, это действительно было в подлинном смысле этого слова старец, потому что он жил руководству всем на воле Божией и своим познанием ее. И когда он что-то делал, он делал это, зная наверняка, что он делает. То есть не просто потому, что ему показалось, что-то там подумалось, придумалось. Нет, ему было в первую очередь дано знание и этим знанием руководству он уже не уклоняясь, так сказать, ни на десна, ни на шои, он уже действовал тогда. Когда он что-то не знал, он и не делал. Он советовался, он спрашивал, он посылал там к Блаженному, он любил очень Любушку Блаженную, Блаженного Алексея, Аскольского, другие были Блаженные. Вот он советовался с Прозорливцами, с Цумавросием, Ивановым, вот, Блабановским старцем. Ну, у него было, он очень много объекл в свое время и разных и Блаженных, и подвижников знал. Он всегда старался вот по совету с другими такими. Отец Невтарий, если я не ошибаюсь, то ведь и какое-то отношение к Храму Христа Спасителя Отец Невтарий тоже имеют? самое прямое, собственно говоря, вот в общем, вот судьба Храма Христа Спасителя, вот она решилась в этой келе, вот именно здесь непосредственно. А как это было? Ну, во-первых, батюшка очень молился о том, чтобы храм был восстановлен. Он просто в этом видел залог вообще возрождения России и вообще жизни всего мира. Он удивительной совершенно речи говорил. Он сказал, что если мы в 96-й, вот это 96-й, по-моему, был год, как раз была вот эта Олимпиада в Лос-Анджелесе, да, он сказал, что если мы в этом году ослужим на преображение в Храме Христа Спасителя, то Господь не попустит явиться в этот мир Антихристу, который уже готов. То есть все судьбы мира поменялись благодаря тому, что был построен Храм Христа Спасителя. это было не просто так. И батюшка очень за это молился, за это дело. И когда еще только закрыли этот бассейн, тогда Москва, он попросил своего тоже ученика, архитектора, сейчас это Владыка Гурий, Арсеньевский, Дальнегорский на Дальнем Востоке. А тогда он был и по дьяконам у Святейшего в Москве. Он сказал, а свози нас на это место, где Храм Христа Спасителя. И он приехал, походил по этому закрытому бассейну, посмотрел, сказал, ну вот через три, ну пять лет здесь будет стоять Храм Христа Спасителя. То есть так это совершенно уверенно сказал отец Гурий, я не поверил в как вот очевидность, вот этот бассейн, который временно сам на Пьеденном станции закрыл, потому что нашла там какой-то грибок. И через три года здесь будет Храм. В точности так все произошло. Построили бы Храм за три года, если бы там не были там падения рубля курса в это время как раз, и там ну вот как бы то есть какие-то деньги там были и украдены, ну там свои были такие вот как бы моменты. Вот построили в результате за пять. Вот начиная с этого посещения отца Наума. И так получилось, что как раз поставили настоятелем даже еще не храма Христа Спасителя, а вот это вот общины в честь державной иконы Божьей Матери, которая молилась только еще об этом событии, о том, чтобы начали восстанавливать храм Христа Спасителя на этом месте. поставили как раз отца Владимира Ригина протеерея, настоятеля храма на Выщиковой горе. Отец Владимир как раз он как-то тогда приходил там, молился на этом со своей общиной на закладном камне и тогда было принято решение начать хоть какое-то строительство и совершенно светская организация она спроектировала там такой ужасный бетонный храм об этом узнали чадо отца наума архитекторы реставраторы молодые ну там одна была такая уже взрослая Татьяна Николаевна Кудрявцева ну и такие молодые были девушки тоже и они конечно поняли что если этот вот ужасное бетонное строение возведут оно практически приходилось на линию лотаря храма Христа Спасителя то есть хотели не собственно восстановить в прежнем величии да а что-то такое вот никто не верил то что можно восстановить вот в полноте Храма Христа Спасителя выдумали какую-то проекцию сделать голограмму на этом месте Храма Христа Спасителя понимаете вот это настолько было это делом веры именно никто не верил вот и какую-то там спроектировали бетонную какую-то закопушку не пойми что ужасную совершенно они так возмутились и они приехали к отцу науму отец наум вызвал отца Владимира Ригина значит развожили здесь планы архитектурные вот эти все он говорит вот смотри что получается вот храм Христа Спасителя исторический его планировка застройка а вот где окажется вот это то что хотят построить этот небольшой храм надо значит поговорить со святейшим и начать сбор средств и сделать проект именно храма Христа вот как он был а вместо вот этого каменного храма построить временный деревянный который можно потом если что и разобрать и перевести вот и они тогда вот шестеро девушек шестеро девушек на квартире у Татьяны Николаевны Кудряхцевой за несколько месяцев полностью спроектировали сделали проект храма Христа Спасителя с привязкой именно к новым условиям но это был еще понятно эскизный проект но главное что они заложили современную концепцию храма Христа Спасителя причем именно под тем принципам которых всегда придерживался батюшка сначала строим нижний подземный храм в нем начинаем служить а потом сверху строим основной храм вот так чтобы уже пока строится храм не ждать пока там распишут сделают иконостас и тогда уже начать через 10 лет служить литургии нет нужно сразу сделать нижний храм в цокольном этаже сразу начать служить освещать это место и молитвы и уже продолжать в строящемся храме возводить стены вот именно так это и получилось храма Христа Спасителя то есть они спроектировали поскольку была разница в высотах уже существующие типа этой как ее всей топографии они вот заложили вот этот проект исторически которого не было нижнего храма в честь преображения залом церковных соборов и вот сверху уже на историческую высоту вывели храм Христа Спасителя вот это был подвиженческий труд они просто эти девочки они сидели эти месяцы на вареной картошке на какой-то там просто им некогда поесть даже было они полили воспалением легких просто не отрываясь от работы то есть они вот все вот это делали в экстремном таком режиме но они подали этот проект святейшему святейший подписал он попал к Лужкову Лужков загорелся вдруг оказалось что существует огромный целый фонд куда дальше иммигранты жертвовали свои там последние какие-то драгоценности за границей восстановление храма Христа Спасителя и все закрутилось завертелось и с этими новыми чехтологиями храм Христа построили вот за какое-то удивительно краткое время и батюшка тогда конечно ездил постоянно он забирался на купол ходил по куполу он однажды полтора часа сидел в самом высоком башенном кране исповедовал крановщика потому что он считал что все должно делаться через молитвы через покаяние к нему привозили всех этих прорабов которые там руководили стройкой батюшка со всеми с ними разговаривал исповедовал их со всеми беседовал часами и здесь и там и на стройке то есть это вот такая была духовная работа параллельно созидательная вот с этим вот созиданием внешних стен и конечно ну все старцы молились за храм христа спасителя все его вымаливали ну конечно вот у отца наума был какой-то особый в этом смысле вклад и без него конечно этот проект бы не состоялся конечно вот эти вещи нужно знать да да это все такая конечно как сказать тайна отец сам бы никогда не стал об этом говорить поэтому в общем-то и показалось важным именно собрать все это вот в книге хотя бы так восстановление храма христа спасителя оно не из-за того что там кто-то какие-то ну захотел как бы себя вот прославить из каких-то бизнесменов там политиков а в основе восстановления храма христа спасителя это благословение старца да и аскетический труд и аскетический труд тех вот делателей которые это была великая любовь к России как к дому пресвятой Богородицы вот такая вот в основе лежала этого это была такая великая любовь к истории России освященного вот именно промыслом Божиим к тем победам которые были дарованы России тоже именно как сказать по молитвам святых по праведности людей по тем трудам и подвигам которые они несли это была великая такая любовь к святой Руси которая всем этим двигала в этом действительно не было чего-то такого мелочного корыстного это был такой батюшка посылал людей смотреть съездите в Москву посмотрите на храм Христа Спасителя он послал когда он еще только строился или когда уже там было видно вот так возродится Святая Русь он говорил посмотрите какая это красота то есть у него было вот это духовное зрение вот этой Святой Руси и ее таких видимых проявлений видимых символов как Храм Христа Спасителя отец Нектарий конечно мы все переживаем о судьбах России и вот может быть вы как человек который и слышал отца Наума и собирал сведения может быть скажет ну я не знаю есть может говорил отец Нома или нет все-таки что нас ждет да и возможно ли действительно такое возрождение с учетом того что действительно Храм Христа Спасителя восстановлен да все конечно возможно понимаете но в основу всегда отец Нома клал молитву вот вот такой молитвенный труд и молитвенный подвиг вот он во-первых сам вот очень много отмаливал да вот просто и сам нес какие-то труды ради того чтобы что-то он он понимал что дело не в пророчествах не в том что будет да а в том что можно сделать для того чтобы судьбы Божьи изменились и интересные такие были моменты да вот например вот батюшка ездил в летние отпуска вот говорит о чем монаху отпуск для случая отца Наума это было просто на самом деле смена деятельности на каком-то в каком-то смысле еще более может быть напряженную отец Наума мог поехать в отпуск и за время отпуска своего построить со своими чадами храм на пустом месте просто отлить из бетона вручную вот и для него вот каждая такая поездка она была не случайная и она была сопряжена с какими-то такими тоже молитвенными подвигами однажды они поехали с близкими такими своими чадами в Крым и батюшка их одним утром разбудил рано не дал поесть даже вот ну не поесть ни капли воды усадил их машину и сам не притронулся ни к воде ни к чему и они объехали всю береговую линию Крыма полностью не вот целый день практически занял это путешествие они объехали полностью всю береговую линию Крыма в молитве и в вот таком строгом посте и еще успели в этот же переезд доехать до Киева просто вот уже в таком состоянии и только уже где-то на подъезде Киева он разрешил им попить воды что-то первое такое перекусить и когда в 14-м году Крым присоединили к России батюшка совершенно был спокойно он этого ждал то есть ему когда сказали что батюшка в Крыму он говорит все будет хорошо он совершенно был уверен то есть у него такая была сила молитва сила подвига послушания такая удивительная совершенно была история которую мне рассказали на Дальнем Востоке вот я собираю книгу объехал много разных мест в том числе я был в уссурийском женском монастыре который тоже был создан поблагодарить на Умах воссоздан в Линевичах и вот матушка Игун мне рассказала такая была там у них история когда батюшка Богосоюз чтобы сестры монастыря обязательно каждую неделю выезжали на берег океана и стоя на берегу океана читали там акафист служили молебны вы даже можете в воду прямо зайти в воде стоять когда погода так позволяет и прямо в воде читать акафист спиной к материку и лицом к открытому океану в какой-то момент богословил их чтобы они взяли катер и прямо проплыли по всей расстоянии вдоль береговой линии с молебнами с чтением акафистов и мы так привыкли к этому уже деланию мы каждый раз выбирали какие-то новые места приедем помолимся на берегу океана ну какой-то пикничок сделаем отдохнем на природе сестры уже так полюбили это все мы меняли сестер несколько человек посадил машину другой раз других и вот так выезжали молились даже не задумывались ради чем мы это делаем пока не случилась авария на Фукусиме в Японии тогда мы поняли зачем старец нам это погасаил потому что 2 или 3 недели ветер неизменно постоянно дул со стороны материка в океан то есть ни грамма заражения от этой вот станции не попало в наши воды вот все это вот облако радиационное его все унесло куда-то туда католами дуэй куда-то в открытый океан то есть вот такая вот это была сила вот этого облакоцения молитвы батюшка все это вот он знал зачем он это делает отец наум их настроил на то чтобы они духовно вот охраняли как бы рубежи нашего отечества это такие вот духовные рубежи где молитва богообщения там и природа начинает меняться ну господь действует на природу охраняет наше отечество было высказывание одного китайского чиновника что граница российской империи лежит поперек казачьего седла да а можно сказать что граница российской империи там где раскрыт молитвенник монаха да где так сказать происходит где стоит вот эта духовная защита вот такие вот как бы были вещи да и батюшка вот ему вот такие вот это было тоже открыто как бы и вот о всех вот этих там каких-то временах таких сложных и когда вот с крылом тогда все приходили говорили что батюшка ну а как же донбасс ну это нескорый большой кровью вот он вот так говорил нескорый большой кровью да если можно я вот все все таки задам один вопрос потому что мы знаем что ли ну мир наш он и лежит во лжи кто чего как говорит да и когда святой человек тоже не все его могут понять но вот просто все таки встречается такое мнение что отец наум он всех вот только в монашество так сказать вот направлял да ну не важно там человек готов не готов ну как бы всех в монастырь например ну такое мнение иногда встречается вот как вы как человек который непосредственно все-таки на протяжении очень многих лет знали отца наума и вот столько трудов как бы вы вот ответили на это я помню к отцу науму привезли молодого такого юношу который уже несколько лет провел в монастыре которого готовили к постригу его привез настоятель монастыря к отцу науму сказал батюшка благословите вот его это вот он будет у нас монахом посмотрел да какой он будет монах нет он будет священник женатый у него будет много детей вот и действительно то есть человека готовили уже к постригу и он сам не принял этого слова отца наума он ушел из того монастыря где его не постригли ушел в другой монастырь более строгий туда приехала художница писать этюды и он все равно на ней женился и родил не помню семь поломали восемь детей принял священный сан так что это вот все эти разговоры что отец наума всех отправлял монастырь нет конечно он в ком видел просто зачастую люди не знают как бы предыстории были такие ситуации когда отец наум действительно разлучал супругов например и отправлял по монастырям но для этого были очень веские основания просто они были скрыты тайной исповеди я знаю много ситуаций о которых не не рассказать просто даже но это был единственный выход то есть когда вот такие были допущены какие-то тяжкие грехи в браке которые делали брак невозможным и оставалось только развести людей то есть из этого уже не каноничного брака и отправить в монастырь или какие-то ситуации когда человек даже может быть и не готовый действительно к монашеству но он не был готов к мирской жизни то есть отец наум отправлял его в монастырь другое дело что отец наум часто отправлял человека в монастырь с определенной целью не для того чтобы человек стал монах ну вот например есть одна известная такая особа которая написала книжку о своем пребывании в монастыре как она была послушницей книжка которая навела много шороху вот так сказать очень тут это много шишек нападало так сказать на церковь и в том числе на монастырь в котором она жила и на другой монастырь а отец наум никогда не 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 богословлял в монашество абсолютно он ее отправил в монастырь с единственной целью чтобы она в монастыре принесла подробное покаяние в своих очень тяжелых грехах которые у него были которые были ему открыты и которые она не могла открыть даже ему отец наум далеко не всегда скажем брал человека скрывал консервную банку у него конечно был такой хирургический подход но бывали ситуации когда нужно было исповедовать не один час и подробно и в общем долго все эти согрешения и он ее отправил в монастырь где был очень мягкий снисходительный священник с таким даром духовническим который просто не один год эту даму из нее вытряхивал все ее просто многочисленные согрешения и монастырь то был девичий и вообще там делать было нечего она хотела там остаться и говорила как ей там нравится айгум ее отправлял и говорил да не надо тебе здесь быть езжай отсюда и батюшка несколько раз говорил что нет ей не надо там быть то есть она пускай поживет пока но ни о каком монастыре речи не было вот а потом мы тут получаем откровение бывшей послушницы сказать уже вышедший замуж тоже за бывшего монаха так то есть это все такие как бы скандальные истории на самом деле там у батюшки зачастую были цели какие-то да вот такие ну вот было хорошее такое выражение да и есть консерватория в западном мире консерватория это сейчас мы почему-то там да вот не дают консерваторию закончить там на скрипке доиграть вот а ведь изначально смысл какой консерватория того же корня что консервация до консервы сохранение детей брали в монастырь для сохранения чтобы их вырастить сохранить дать им образование ну какой в основном монахи что делали тому и учили сами пели и детей учили на музыкальных инструментах и пению вот и появились консерватории которые потом уже отделили от монастырей и сделали так сказать чем-то отдельным таким вот вот с той же целью да вот консерватории вот такого сохранения очень часто батюшка и отправлял каких-то людей в монастыри не для того чтобы они стали монахами а для того чтобы они сохранились от окончательного растения в миру вот была и такая на самом деле стратегическая задача создаваемых им монастырей спасти тех кого можно и зачастую люди там проводили довольно много лет бывали конечно ситуации что в этих монастырях ну просто по каким-то там ошибкам постригали людей неготовых ошибками ошибками это же не всегда даже можно сказать но просто людей которых туда прислали вот для сохранения но это уже как правило с благословением отца наума никак связано не было да ну вот очень хорошо что это прозвучало потому что мы видим что отец наум то он на самом деле очень рассудительно относился не просто так ничего не делал а когда надо он наоборот говорил там про женитьбы предстоящую конечно конечно и это не единичный случай то есть отец наум очень четко определял какой у человека путь такой вот и была обратно например ситуация один выпускник духовной академии блестящий с золотым камертоном был батюшка его видел в монашеском мячине а он влюбился в соседку соседскую девочку так влюбился прям мать не дала своего благословения сказала нет тебе нельзя жениться не благословляю а вот ну там такая была страсть что они и мать не послушали и поссорились с мамой и пришли к отцу науму и сказали батюшка вот как хочешь благословляй нас на этом на жених и он скрипя сердце благословил очень хорошая была семья замечательный священник невероятно одаренный ну вот его проповеди вся округа сбегалась в те годы советские слушатели талантливые во всем просто вот большая семья многодетная многие годы окорблялся у отца наума ну в конце жизни искушения оставил мальчику оставил детей сошелся с какой-то не пойми какой женщиной вот такое потерпевое искушение за свое непослушание мальчик осталась одна больная а его господь вот как-то ну вот дал ему покаяние за молитву старца он оставил свою греховную жизнь с него не сняли сан его похоронили как священника ну вот в конце жизни семья разрушилась вот такое действительно как говорится если отец наум сказал что через 20 лет сбудется здесь 40 лет прошло вот так вот то есть такие как бы были вещи действительно которые отец наум провидел очень так далеко и здесь нельзя было идти против его благословения если он говорил что в монастырь значит монастырь если благословлял жениться значит какой-то конечно когда вот смотришь и вот такие судьбы и другие и думаешь вот сколько же надо было здоровья сил самому духовнику старцу да столько людей идет целая толпа у каждого какая-то судьба своя каждый чего-то просит ну ты понимаешь что вот по-человечески это тяжело понести такое общение батюшка очень переживал конечно да вот он он настолько вот бывало просто вот убивался и плакал за своих вот этих чат неразумных которые конечно как люди согрешали падали ошибались делали ошибки поступали по своей воле ну все люди да так сказать но он продолжал верить молиться он вот кстати он вот настолько видел в людях такое вот какое-то хорошее начало зачастую даже там где остальные его не видели мне как-то пришлось так вот тоже попасть в такую ситуацию когда я исповедовал там напутствовал перед смертью одного человека из-за которого старцы кстати не только отец нам но и отец Кирилл но вот отец нам вот именно довел это дело до конца они за него молились много лет он же извест Сергий в посаде это был страшный совершенно человек просто страшный это был такой преступник настоящий человек который просто ну вот жил такой крайне греховной жизнью но оказалось что в юности он хотел поступить в семинарию а ему не дали советские власти и он не поступив в семинарию связал скотт-компанию сел в тюрьму ну и закрутилась его такая жизнь но видать какая-то вот вера у него в душе сохранялась и старцы за него молились и в конце жизни этот человек он ну он пьяный курил вся в постели загорелась кровать он спал не чувствовал ничего в этом пьянении 70% кожи это ожог тела умирал в страшных условиях в ЦРБ просто в диких условиях в коридоре на кровати в овшах произошел как он как он был счастлив когда этот человек скончался после вот исповеди соборов и причащения просто это был день какого-то духовного торжества то есть вот многолетние молитвы старцев завершились вот таким примирением человека с богом с церковью это потрясающе и ангелы на небесах радуются когда грешник и отец наум он вы когда сказали что он очень радовался для меня это как свидетельство того что он тоже как ангелы на небесах возрадовался такой кающейся душе тут конечно видно что он жертвенно жил да да вот отец наум он конечно скорбел за людей и невероятно радовался когда какие-то вот этот радость если ты был ее каким-то свидетелем это было что-то потрясающее такое я помню была удивительная такая история тоже я рассказывал ее вот непосредственно участник вот его семью в детстве ну вот так разделили обстоятельства его мама была немкой казахстанкой и она забрала старших дочерей трех и уехала в Германию а он остался со своим отцом маленьким еще мальчиком вот и разделились они много лет не знали где мама вот у нее такая непростая тоже была жизнь но он еще слава богу в юности так вот церковился начал работать при храме а потом решил жениться ну какая-то очень дудачная была невеста духовник был против и он сказал ну ты езжай к старцу как старец скажет так и сделаешь он приехал к старцу а батюшка ему нет говорит эта девка непутевая тебе на ней жениться нельзя и отправил его там на послушание на другой конец страны как обычно тот значит это съездил там пожил ну все его тянет и тянет обратно он все пытается уехать батюшка ну отпустите хочу жениться нет нет сиди а то опять она тебя там столку собьет не пускает его батюшка ну может я хоть маму свою найду вдруг ему такая пришла мысль ну рассказал всю историю что давно ее потеряли она уезжала в Германию потом мы знаем что вернулась в Россию но где она живет мы вообще не знаем много лиц есть потеряно батюшка ну хорошо вот съезди в Шую там надо одну девушку отвезти в это там поступать говорит а по пути заедь такой городок есть Кольчугина поищи там свою маму а как же там ее искать ну спрощит там у милиционера или у кого найдут я отправил его значит тут вышел говорит да какой Кольчугина да куда я поеду да что это у кого какого милиционера спросить ну слава богу приехала женщина волевая покойная Вера Петровна Куличик которая его так сказать это заставила взять себя в руки сказала поедем а там видно будет и вот они заехали в этот городочек Кольчугина Владимирской области спросили милиционера ну нет это надо вам в пункт милиции заехать заехали в пункт милиции нет нет мы такую информацию не можем давать ну а Вера Петровна она такая боевая ах вы здесь бездельники сидите ничего значит это только взятки умеете брать а как вот человек маму ищет столько лет а вы помочь не можете пристыдил их ну ладно говорите как фамилии есть документы какие-то подал свои документы да вот такая-то такая-то живет по такому такому-то адресу все больше ничего сказать не можем оказалось это буквально в километре от этого пункта милиции и вот они приехали он не видел маму 16 лет приехали поднялись позвонил по средний этаж открывает сестра не узнала его а он ее сразу узнал вот мама говорит нету сейчас придет скорость магазина а он даже не знает как о себе и сказать слышу шаги мама поднимается по лестнице с сумками подходит это а вы кто А Вера Петровна такая сердечная говорит да это ж сын ваш Иван и мама прямо упала там в обморок в общем осталась он там на три дня они собрали всю родню всех друзей всех знакомых накрыли стол прямо во дворе дома все так радовались что нашлась эта семья вот и в общем так прям по батюшки на молитвах все сложилось вот удивительно вот по его вот этому прозорливому такому указанию ну действительно поедет в Кольчугин спроси милиционера что это человек не видел маму столько лет где искать не знает по всей стране вот а тут в Кольчугине оказалось и он вернулся к батюшке и батюшка прямо говорит слезы у батюшки текут он говорит что правда нашел маму правда нет ну правда и сидит вот слезы у него текут а сам улыбается такой счастливый вот и батюшка так соединил семью маму вызвал к себе папу значит этого человека все значит опять они сошлись опять стали жить он всем сказал кому что делать всем все там благословение кому чем заниматься некоторые не послушались а сейчас говорят а сейчас делают то что батюшка говорил столько лет назад вот и и этот так сказать герой истории тоже женился на другой совсем девушке на верующей сейчас вот уже двое детей когда мы с ним разговаривали когда он мне эту историю рассказывал вот такая вот такие вот были ситуации вот так вот батюшка он умел и скорбить и молиться за людей и радоваться вот просто всем сердцем всей душой наверное сам человек не мог так за себя порадоваться как батюшка за него радовался вот такой у него прямо душа вот пела играла когда человек приходил на исповедь это же такой был труд он так его там вот вытряхивал батюшка по всем этим стыдным всяким блудным грехам а потом какая у него была радость какое было торжество он садился и пел вот этот свой любимый стих про водного сына про то что это как там брошу грязная корыта брошу пищу весы и дорога мне открыта в царство божьих друзей вот он так вот действительно за каждого человека переживал как за блудного сына который возвращается к отцу и так радовался за него вот здесь просто происходил такой знаете пир пир возвращения блудного сына вот именно в этом помещении можно сказать вот здесь вот в этом помещении понимался понимаете вот этот закланный телец приносился здесь так сказать накрывался этот духовный стол это духовное пиршество блудный сын возвращался к своему отцу и вот это было величайшее батюшкиной радостью я вот не передаю не перестаю удивляться вот как так вышло что мы же ну спонтанно назначали нашу встречу да и вдруг она выпадает прямо вот на день ангела самого отца наума про отца наума говорить в самый день него ангела представляете то есть что-то тоже невероятно видно отец наум нас с небес благословил ну слава Богу на эту встречу и конечно мне очень трудно вот как-то все подытожить потому что настолько этот масштаб великий с духовной точки зрения а наверное еще и ничего и не подытожено наверное еще жизнь продолжается еще все идет да так сказать еще на самом деле ведь столько людей которые не знали отца наума они продолжают приходить вот сейчас вот батюшка лежит уже вот в этой могилочке своей свято-духовским а он же и там еще принимает людей продолжает ничего еще не кончилось монастыри его строятся еще которого он основывал еще там братья подвязаются еще все его дела которые он здесь тачил на земле они еще делаются вот и как-то вот такое вот духовное чадо я увидела во сне как батюшка сидит у себя на могилке как вот он сидел когда-то на стульчике своей приемной и говорит приходи ко мне ко мне теперь очереди нету можно всегда прийти вот так вот то есть он продолжает принимать людей люди которые его не знали приходят к нему и начинается вот это молитвенное общение так что может быть даже в каком-то смысле итог то еще и рано подводить вот как промежуточное так сказать какой-то может быть подведение итогов вот эта книжка да которая вот пять лет трудов труженик божий жизнеописание архимандрита наума бэй-бородина вот это вот то что как-то вот собиралась ко мне обратилась издательство сибирской богозвонницы буквально через два месяца после кончины блаженной старца вот с просьбой собрать материал об отце налоги и подготовить книгу ну почему в общем-то я как-то согласился на эту работу и почему может быть обратились ко мне ну во-первых все-таки у меня был опыт подобного рода я уже готовил книгу вот о блаженной старице любови собирал материал ну и вообще на самом деле как-то так подспудно вот по своей вот этой привычке этнографа флеклориста там археолога я там вот такого историка как бы недоделанного я этот материал для книги на самом деле начал собирать вот буквально с первых лет своего знакомства с отцом наум который произошел в девяносто первом году я вот уже тогда вел какие-то тетради записывал какие-то интересные случаи какие-то вот то есть уже это все собирал анализировал ну и потом как-то вот по милости Божией вот с девяносто первого года общаясь с батюшкой да вот в какой-то момент я еще и все-таки оказался ну в каком-то таком более тесном близком с ним общении вот через десять лет моей жизни в Шартонском монастыре вот батюшка меня отец снова вызвал их сюда в Сергию в посад с тем чтобы я помогал ему вот в работе издательской большой издательской работе над составлением книг которые он готовил вот эти буквари известные такие толстые я принимал участие в этой работе и тогда часто вот по роду своей этой деятельности послушания бываю батюшки в Келле я стал свидетелем той вот огромной работы которая здесь совершалась и вот той обширнейшей географии которую эта работа подразумевала да вот того огромного количества людей которые сюда приезжали то есть это мне дало возможность после того как вот уже ко мне обратились просьбы о составлении книги именно самому в свою очередь поехать объехать вот эту географию повстречаться с этими разными людьми то есть у меня уже было представление о масштабе деятельности старца то есть я представлял себе с кем надо встретиться с кем надо поговорить кого надо записать куда поехать у меня примерно было вот это уже видение которое естественно очень так расширилось и что называется углубилось в процессе собственно самой работы вот поэтому я надеюсь что книга она будет таким ну понятно что невозможно исчерпать такую глубочайшую тему как жизнедеятельность отца на ума но по крайней мере она дает хотя бы какое-то первое приближение для того чтобы составить себе впечатление об этой его деятельности для того чтобы прикоснуться к ней и может быть даже стать ее частью вне внести свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео внести 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 подпишись внести Продолжение следует...